Самая большая и современная школа региона может распахнуть свои двери уже в сентябре следующего года. Ее возводят в микрорайоне авиаторов. Масштабный проект – это целый образовательный комплекс. Несколько отдельных зданий, соединенных между собой. Общая площадь помещений составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Учебное заведение уже называют настоящей школой будущего, где ребята смогут не только получить среднее образование, но и заниматься там спортом, музыкой и танцами. Появится даже свой автогородок, а еще мини-футбольное поле и каток под открытым небом. Все подробности прямо сейчас. Масштабная стройка образовательного комплекса в микрорайоне авиаторов развернулась в июне прошлого года. Темпы ударные. Это хорошо заметно с высоты птичьего полета. За 12 месяцев рабочие в непростых условиях возвели один из четырех будущих строений. Остальные в процессе. Высота каждого корпуса как минимум два этажа, максимально четыре. Подрядчик использует технологию монолитного строительства. Это значит, что сильные морозы и ветра никак не повлияют на учебный процесс. Школа одна, здания разные. Вот здесь будут заниматься ученики начальных классов. Напротив, возводят строение для старшеклассников. В совокупности это 700 мест. В будущем третья городская школа приобретет статус самой крупной в Нининском округе. Общая площадь образовательного учреждения порядка 30 тысяч квадратных метров. Это больше, чем в жилом многоквартирном доме. Школа будет состоять из четырех отдельных корпусов. В первых двух разместят учебные классы, в других – спортивные и актовые залы, а также столовую. Все здания соединят между собой теплыми переходами. Школы с таким объемом, ее нет. Да, очень интересная, на мой взгляд, сама архитектура, потому что именно внутренний гор, где мы находимся, это будет такая вот закрытая территория для проведения всяких торжественных мероприятий. Очень много спортивных здесь, спортивных залов. Здесь и футбольное поле будет с искусственным покрытием. Зимой футбольную площадку переоборудуют в хоккейную коробку. Не забудут и о тех, кто конькам предпочитает танцы. В школе появятся отдельные хореографические залы, еще тренажерные. Здания оснастят по последнему слову техники. Современные лаборатории, большой музыкальный класс и даже собственный автогородок. После окончания школы выпускники смогут получить не только аттестат о среднем образовании, но и водительское удостоверение абсолютно бесплатно. Все уже разводки выполнены. Сейчас вот затаскивают кабель уже в заложенную гофру. Так сейчас выглядит кабинет физики. Провода из пола – задумка проектировщиков. В будущем здесь установят лабораторные парты, на которых школьники смогут проводить различные опыты. А это стандартные классы, светлые и просторные. За перегородкой – индивидуальное помещение для учителя. В общем, продумано, все до мелочей. Это индивидуальный проект, здесь никаких типовых решений. Именно под наши условия, под наши потребности. На сегодняшний день ситуация следующая. Подрядчик обладает всеми материальными и людскими ресурсами для того, чтобы построить и сдать в эксплуатацию объект в срок. В общей сложности на масштабной стройке сейчас задействовано более 200 рабочих. Готовность объекта – порядка 30%. По контракту сдать в эксплуатацию образовательный комплекс необходимо в ноябре 2019-го. Однако у подрядчика другие планы – распахнуть свои двери. Новая школа может уже в сентябре следующего года, то есть в День знаний. Еще одна хорошая новость – социальные учреждения будут достраивать при федеральном финансировании. На днях об этом заявил глава региона Александр Цибульский. Общая стоимость проекта – около 2 миллиардов рублей. Я считаю, что в этом году нас лишили финансирования несправедливо. Мы выполнили все обязательства, которые были закреплены за нами в рамках переходного срока, который нам давался, кроме того, в соответствии с нормативными документами. Смена высшего должностного лица в регионе вообще должна освобождать была нас от такого рода штрафных санкций. Тем не менее, это произошло. Нас в этом году лишили федерального финансирования. Тоже с председателем правительства обсудил этот вопрос. Он дал соответствующее поручение и поддержал о том, что это решение является несправедливым, и мы должны софинансирование из федерального бюджета возобновить. И это очень хорошее для нас было бы решение, поскольку мы часть высвободившихся денег могли бы направить на иные социальные объекты. В профильном департаменте заявили, в следующем году правительство на возведение школы может выделить порядка 400 миллионов рублей. Помощь существенная. Это при том, что на средства регионального бюджета в микрорайоне авиаторов сейчас строят новый 10-секционный жилой дом. Три секции уже введено, и остальные секции, семь секций планируется до конца года ввести. Но мы понимаем, что все зависит от материалов, от сил и средств, которые есть у компании. Поэтому пока эти сроки такие определены. Площадь дома 15 тысяч квадратных метров. Это почти 300 новых квартир. Отметит долгожданное новоселье. Жители ветхих бараков и те, кто стоит на очереди, смогут уже в начале следующего года. В будущем сюда переедут еще около 400 семей. До 2020-го администрация региона здесь планирует возвести 5 новых домов. Все эти проекты для Ненинского округа принципиально значимые. Микрорайон застраивают по принципу комплексного освоения территории. Рядом школа, рядом детский сад, дома. Все, как говорят, в шаговой доступности. Кроме всего, мы знаем, что этот микрорайон очень красивый. Между тем, на Вятров появится и современный спортивный комплекс. Это универсальный игровой зал с трибунами на 200 мест, фитнес-центр и бассейн.